И всем привет, друзья! И пацанам ютуба, у микрофона Максимус, и сегодня я расскажу вам все новости касательно игры ФНАФ, новых книг, разработки фильмов и новых портов, про которые Скотт рассказал в недавнем посте из стима. Обязательно ставим этому ролику лайки. Поехали! Итак, сегодня мы с вами поговорим о новостях, опубликованных в стиме, где Скотт рассказывает нам о продвижении его проектов, связанных с ФНАФом, и о том, что именно нам стоит ожидать. Вышел этот пост 12 ноября, и звучит он примерно так. Привет всем! Я обещал обновление, так что вот оно. Есть много замечательных вещей, над которыми нужно работать, и большинство из них прибудут в 2019 году, включая новые порты, новые игры и новые книги. Процесс фильма все еще медленный, но это нормально, потому что я хочу, чтобы все было правильно. Однако все остальное продвигается вперед. Новости кино. Пять ночей у Фредди. Первый фильм. Новый сценарий, над которым мы работаем. Хорошо, ребята, у меня был написан сценарий. Джейсону он понравился, и Крису тоже. Но я бросил его. У меня была другая идея. Я беру на себя ответственность за эту задержку. Это моя вина. Для всех, в том числе и для меня, это был настоящий вызов, чтобы придумать хороший сценарий для этого. Но я решил найти правильную историю. Я придерживаюсь того, что я всегда говорил. Либо создается правильный фильм, либо фильм не создается. Я ненавижу затягивать проект, у которого уже столько задержек, но мне нужно идти по отношению того, что, по моему мнению, будет захватывающим и интересным. И я делаю это так, чтобы фанат действительно захотел это увидеть. Если это означает, что я должен начинать все более 10 раз с самого начала, то это то, что я и собираюсь сделать. Хорошо, что каждая попытка становится лучше и лучше, на мой взгляд. Поэтому, несмотря на задержки, все происходит в правильном направлении. Одна вещь, которую большинство из вас хотело было узнать, это то, что фильм, и, надеюсь, продолжение, будут проходить только во вселенной с ФНАФа 1 по ФНАФ 3. Игры после пяти ночей у Фредди 3 не будут существовать в вселенной кино. Это были лучшие части сюжетной линии, на которые нужно сосредоточиться. Игровые проекты. ФНАФ VR. Эта игра выглядит потрясающе. Я работаю с компанией под названием Steel WoW, чтобы оживить игру VR. И эти ребята делают некоторые сумасшедшие вещи. Если вам понравилось ремонтировать фантайм Фредди в Sister Occasion, подождите, пока вы попытаетесь сделать подобное в VR. Я отказывался протестировать его в первый раз, и вместо этого первый тест провел мой сын Брэндон. И в первый раз вы собираетесь увидеть реальную сцену в классической группе. ФНАФ AR. Игра AR идет полным ходом, и пока я не собираюсь рассказать каких-либо подробностей касательно геймплея. ФНАФ В Безумие. Это следующая игра, которую я хочу когда-либо реализовать. Компиляция нескольких предыдущих идей геймплея в том же духе, что и обновление 2. Просто бесплатная игра для поклонников. Однако нет гарантий, что эта игра может выйти. Консольные порты. Я тесно сотрудничаю с людьми в Кликтиме, чтобы создавать новые, улучшенные HD-порты всех оригинальных игр. Они будут выпущены на Android, iOS, Switch, Xbox и PlayStation. Игра AAA. В работе есть большая сделка по созданию невероятной крупно-бюджетной игры. Я не могу пока раскрыть какие-либо подробности, поскольку этот проект все еще находится на стадии планирования. Но я тесно сотрудничаю с участвующей студией, чтобы гарантировать, что он подойдет поклонникам ФНАФ, которые захотят увидеть эту игру. Новая книжная серия. Есть новая линия книг. Они будут сильно отличаться от оригинальной серии книг, так как это будет сборник коротких рассказов ужасов, которые происходят во вселенной ФНАФ. Серия будет выпущена с пятью книгами, каждая из которых содержит три разных коротких рассказа с уникальными персонажами и сюжетными линиями, некоторые из которых связаны непосредственно с играми, а некоторые нет. Это все на данный момент. Время для большого количества кофе. Итак, какой вывод из всей этой новости? ФНАФ VR сделан почти на 50%. ФНАФ AR или ФНАФ в дополнительной реальности сделан на 10%. Также Скотт хочет сделать новую игру по ФНАФ под названием Info Madness или же В безумии, которая также будет бесплатной для поклонников этой игры, но нету вероятности, что она выйдет. Консольные порты делаются и также Скотт сообщает о какой-то AAA игре, которая является многобюджетной сделкой. Неужели он все-таки отдаст права на ФНАФ какой-то компании, которая займется дальнейшей реализацией истории игры? Все возможно. Также мы узнаем, что фильм также разрабатывается и сейчас он на стадии подбора идеального сценария. Ведь Скотт не хочет как-то делать все банально. Он сказал, либо создается правильно фильм, либо фильм не создается. Так что в фильме ЦАТа я буду ждать. Посмотрим, сможет ли Скотт удивить нас и сделать что-то новое. Но самое нелюбимое для меня это то, что Скотт анонсировал новую серию книг, связанных с ФНАФом. Фанаты еще не отошли от четвертого шкафа, а тут он сообщает еще о книгах. Не знаю как для вас, но для меня это не очень-то приятная новость. Сюжет прошлых книг был так запутан, так он еще ввел меня в недопонимание, поэтому не сильно-то я радуюсь, узнавая про новые книги. Итак, вывод из всего этого поста. Скотт медленно, наверное, продолжает разрабатывать всякие проекты, стараясь выжать из ФНАФа все, что возможно. Чтобы эта история была популярна не только среди молодежи, но и среди взрослых за счет книг и фильмов. Также у него в разработке новые игры и один бюджетный проект. И раз уж на то пошло, то Скотт в любом случае сделает еще одну новость, но гораздо позже. Возможно даже только в следующем году. И как я и сказал, фильмы я буду ждать, а вот книги посмотрим, может Скотт и сможет нас удивить. В общем-то на этом все. Ждем новых новостей от Скотта, а вы не забывайте, что с вами сейчас был Максимус. Не забывайте про лайки и подписку. Пишите свои комментарии с вашим мнением, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте и на второй канал. Ссылочка на которую есть в описании, ну а также добавляйте меня в друзья ВКонтакте и заходите на мой сервер Дискорд. Все ссылки есть в описании. Ну что ж, а на этом у меня все. Всем хорошего настроения, всем бай-бай, удачи.